Здравствуйте, Глеб! Добрый вечер, добрый день. Сегодня 20 января уже 2017 года. Глеб у нас не часто бывает в компании, но вот сейчас согласился немножко рассказать нам о себе, о том опыте, который у него есть по снаряжению. Надеемся, что и тем нашим слушателям это тоже будет интересно. Глеб сейчас часто читает лекции. Вот вчера, например, он читал лекции в альпиндустрии московской тоже и про снаряжение, и про свой опыт. Так что я думаю, это видео будет интересным. И познаватель. Ну, Глеба Соколова, те, кто, наверное, нас смотрит сейчас, это обычно, наверное, альпинисты, они все его хорошо знают. Но давайте еще раз представим. Значит, Глеб начал ходить в горы в 1972 году. Вот сейчас, Глеб, тебе сколько? 64 или 63? 63 пока. 63 еще. Да, еще есть. Ну, вот для многих неожиданно, что в 62, 63, 64 года можно ходить серьезное восхождение. И Глеб хороший пример, так сказать, всем нам. Именно вот в долгом, серьезном восхождении сегодняшнего интервью мы бы хотели посетить именно снаряжению. Причем такому, ну, как бы глубокому, что ли, потому что обычно это говорят вот то, все там. Тут нам хотелось бы более подробно с Глебом поговорить. Некоторые восхождения очень сложно вообще без специального снаряжения выполнить. Вот давай, может быть, мы с тобой поговорим о вот этом выдающемся вашем восхождении на пик Победы по-моему маршруту, по верблюду, да, с Виталием Горельниковым вдвойном. Вот расскажи, в чем вы были, как вы были одеты, и как вот это вот снаряжение, оно себя проявило, какие были условия, как вот ты считаешь, насколько все было соответствовало вашему... Давай расскажи, в чем вы ходили. Тут какая особенность, что если ты начинаешь его, то назад вниз уже спуститься, ну, практически невозможно. Только движение в одну сторону. Поэтому мелочей быть не могло. И, естественно, к одежде вот предъявлялись самые высокие требования. Когда-то в 2005 году я попробовал, вот на Трайш Победы ходил первый раз в комбинезоне, который был сшит в баске. У нас модель называется Глоба. Мы ее делали, по-моему, для жену еще первый раз, для всей команды на жену. Да, да, да. Но вы были замечания, естественно, и вы, по-моему, их существенно переделали для вас. Нет, это потом уже, да, к 2009 году она была переделано. А вот в 2005 году я тогда вот первый раз попробовал и просто, просто обалдел. Ну вот это вот вообще. Когда тебе нигде не поддувают, ничто нигде не заворачивается. Настолько все ровно лежит. Когда система на тебе как плита. Потому что когда вот культа, штаны, вот эти пояса, где-то что-то задирается, где-то что-то поддувает, там неудобно, они места сопряжения вот этого все. Не даром многие гиды, профессионалы, да, вот, и на юресте можно встретить, они ходят в системе комбинезон. Просто она сложная, потому что надо все подбирать от белья, да, там, получается дорого для обычного комбинезона. Да, да, но вот, как бы сказать, цель, она в данном случае такая большая, и вот цель оправдывает средства. И, естественно, если у тебя появился такой мембранный комбинезон, то к нему требуется и остальная одежда, тоже комбинезоны. Вот, то есть это и белье комбинезон должно быть. Белье какого у тебя было? Нижний слой. Бука, и зону Power Stretch вот этого там. Ну, с рукавами, да. Да, второе, второе, это был из Пала-Артека 200-го, 200-го, 2К-1, да. Это второй слой утепляющий. Да, ну вот, ну, поскольку у нас было очень холодно, очень, просто фантастически холодно, северная стена, высоко, уже конец августа, и, естественно, сверху была еще одета какая, не помню, какая куртка у меня была одета, ну, тоже типа флиса, вот. И скорее всего, скорее всего, это была пуховочка, вот, когда ты делала шамани, вот эту вот пуховку. А внутри еще? Да, да. А сверху комбинезон, ну, вот, мембранный. Ну, когда совсем было холодно, вот, когда ты стоишь долго на перилах, там, вот, и, да, да, нет, сверху, сверху пуховку, и штаны с этим самым, как там, искусственным, этим, синтетическим, да, наполнительным. То есть, потому что у нас... Самосбросы, которые можно сверху одеть, да? Да, 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 да. Настолько холодно было, что просто караул. Ну, вот. Ну, штаны я одел уже практически уже наверху, и так в них и добрел до ледника вниз. А пуховку приходилось одевать, снимать, одевать, снимать, одевать, снимать. Вот скажи, Глеб, какая была примерно температура, вот высота, откуда вы начали? Ну, у нас, начиная, там, когда поднимаешься на подушку перед диким, но высота где-то порядка, сейчас скажу, примерно 4,600-4,700. Какая температура примерно? Вот, рано утром, рано утром там глубоко за минус, ну, градусов 25, вот так вот, ранним утром. На стене, естественно, холоднее, вот когда в верхней части у нас был просто вот вымораживающий. А потом погода испортилась, стала... Стена не подогревается. Не подогревается. А потом стало, потом стало тепло, но сыро. А вот когда ветер сильный и сырой, сырой такой ветер, вот вообще, оно вообще вымораживает просто душу напрочь. Вот, кто если ходил зимой на Эльбрус, тот знает, что это такое. Никакая одежда не спасает, никакая, как будто ты голый. И вот здесь, к примеру, то же самое было. И вот когда мы спустились вниз, я месяц не мог руки мыть холодной водой, у меня сразу трясти начинало. То есть такое вот. Ну, смотри, комбинационные, их сложно переодевать и так далее. Вот как вот, вы одели все три комбинационные, нижние, средние, еще там, близкую и верхнюю. И так и жили. Так и жили. То есть и спали в этом, да. А куда делаться? Ну, вот мы раза два, наверное, снимали, верхнюю вот эту вот мембрану снимали, да, раза два всего. Потому что, ну, были такие площадки, где можно было, вот, как бы сказать, выщепнуться из системы. А все остальное время мы пристегнуты были на веревке и, боже упаси, отстегнуться. Ну, вот, потому что мы вырубали за, там, три, четыре, иногда пять часов готовили площадку, залезали после двенадцати ночи, и площадка это была ровно на один коврик. Все остальное, палатку притягивали, значит, конек притягивали верхней ко льду или ледобуром, или если там снег позволял, там, какой-то снегом могло быть какое-то количество. Ну, обычно всегда это было на ледобур, конек притягивали, коврик один застилали, стелили, вот, залезали туда, а все остальное болталось. И, конечно, там, боже упаси, отстегнуться, все, это... Вот, смотри, сколько вы шли времени на маршрут? Восемь дней. Восемь дней. Вот, уже в туалет надо обязательно ходить, да? Да. Я тут недавно прочитал, что женская экспедиция, когда на УРС ходила, да, они даже в последний день принимают какие-то таблетки, чтобы не ходить в туалет, потому что очень сложно разживаться и так далее. Ужас. Ну, понятно, что за восемь дней все равно надо ходить. Вот как это, ну, понятно, что система комбинезонов, она должна вот обеспечивать такие естественные нужды, да, человек? Да, конечно. И вот это... Вот с комбинезоном, вот так совсем небо и земля, вот, когда на вас обыкновенные штаны одеты, там, да, и куртка, вот это проблема. То есть тут обвязку, обвязку не снимают? Колоссальная проблема, да, пояс застегнутый, все, а там... Обвязку приходилось снимать? Нет, нет, конечно. Ну, да, там просто такой... Да, 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 все абсолютно нормально, все абсолютно нормально. Вот, я говорю, что комбинезон, это вообще как это абсолютно новое, как это, новый ветер в альпинизме, да, то есть это вообще потрясающая вещь. Ну, когда действительно, когда дует со всех сторон, то надо быть полностью защищенным. Да, совершенно верно, и вот на все маломальские высотные восхождения тебе только в комбинезоне. И вот еще, конечно, такой вопрос, тоже более профессиональный, все-таки, вот, как человек, он, ну, там, сверхчеловеческие усилия, да, нужно, вот, особенно, когда идешь вверх, долго, как, все-таки, человек потеет в этой ситуации, или как вот, влага, пот, как он себя ведет вот в этой системе трех-четырех изделий, да? Ну, понятно, да. Ну, вот тут, как, вот, в человеке вода, вот эта вот, лишняя вода, она обычно уходит, когда ты начинаешь акклиматизироваться. Если ты сходил несколько таких акклиматизационных выходов, и после этого не делаешь перерыва, и идешь сразу, ну, какой-то там один-два дня перерыва, то есть ты первый день потеешь, а потом дальше все, воды в тебе нет. И вот такого вот конденсата, как у обычно бывает, там, когда ты только начинаешь, попадаешь в высокие горы на мороз, кем паче, кем паче, но вот его нет, просто-напросто. Ты сухой, сухие, подготовиться очень сильно, иначе... Ты сухой все время, и воды, вот, ты, которую выпиваешь, ее все равно не хватает для того, чтобы восполнить вот эту недостачу вот этого вот этого. То есть... Ну, давай еще, значит, значит, у вас был три коридоризона, руки, как вы защищали, скажем? Мы работали в тонких перчатках флисовых, на которые сверху были одеты, одеты были сверху гортексовые перчатки. Перчатки? Да, верховки, перчатки-верховки. Из такой же ткани, из которой был комбилизон, это не гортекс был, а... Да, да, да. Тогда у меня были, кстати, тогда у меня были редфоксовские вот эти верховки, да, навод, но дело в том, что в них тоже руки мерзнут, вот, и поэтому приходилось, у меня варежки были, да, у меня варежки, верховки были, вот, которые вы делали, замечательные, просто верховки, почему-то вот их сейчас у вас нет, к сожалению. Вот, великолепные. В них вставляешь обыкновенные варежки из какого-нибудь там, из овчины или что-то такие, вот, бывают там самые простые. Ну, это чтобы греться, да? Да, это греться. Работа идет все-таки в перчатках? Ну, когда работаешь первым, тогда, конечно, только в перчатках, да, а когда второй, ну, можно так и это. Так, это руки, понятно, голова как была? Голова, каска и вот... Молдингэш, да, ты говоришь? Да, да, такая, она хорошая, она замечательно, уши прикрывает, и, а еще сверху, если ты в пуховке, то комбинезон сверху накидываешь, как комбинезон, капюшон накидываешь сверху, и все, и ты как бы защищаешь. Головой гормон, маунтингап, это под шлем. Да, под шлем, да, каска, и потом сверху, да, и стоишь, и трясешься. Ага, конечно, то есть ответ разъищает, каска и капюшон. Да, да. Так, ночевали в чем, давай, вот, значит, целый день человек лезет, лезет, потом, что, палатку ставит? Рубим эту площадку, я говорю, вот это, вот там несколько часов непрерывной работы, да, ну вот, и ставим палатку, вот эту вот, которая... У нас называется Глеба Соколова. Пока, пока, да, но потом-то она, конечно, приобретет какой-то свой... Нет, так и будет называться. Да ладно. Глеба Соколова. Ну вот. Ну вот, чем она хороша, эта палатка? Вот, Датка, скажи, потому что мы ее с тобой разработали, по твоей просьбе, вот, скажи, почему она именно такая, да, потому что дуги сверху, там резиночки, да, два, один тубус, один тубус, да? Один тубус. Еще есть такая, выход, да, чтобы можно было брать снег, да, 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 да. Вот, расскажи, почему именно такой вариант? Ну вот, первый раз я с подобной палаткой познакомился еще, когда работал в МАЛе давным-давно, вот, 91-й год, там, 92-й, 89-й, эти палатки привозили японцы, вот, и они просто, они тоже делали, делались тогда из гортекса, и они меня чем поразили? Однослойные. Однослойные, да. А чем они поразили? Потому что они были легкие, вот. Другое дело, что у них был определенный недостаток, они вот дуги, они вставляли в прошитое, нет, снаружи тоже, но в карманы, в карманы, да. И она очень ветроустойчивая, но вот, в конце концов, она сломается, если что, если ураганный ветер и прочее. А тут Red Fox выпускал свои палатки соло, вот эти вот, они как раз были вот на таких этих, на резиночках вот этих вот. И идея эта хорошая, другое дело, что у них матеря плохой, и идея, идея входа в эту палатку, она была просто безобразна. И тут как раз в голову брело, что объединить вот эти вот... Мы тогда выпускали подобную палатку, но только был вход на молнию. Это ужас был, да. Почему? Потому что вход на молнии, когда ты стоишь в эту палатку в плохую погоду, то стоит тебе только эту молнию приоткрыть, и у тебя уже там ведро снега. Ну и она заверзнуть может, замерзнуть. Да, да, у меня на траверсе, когда я хотел, эти молнии просто разъезжались из-за сильного ветра, и палатка открывалась. Я говорю, когда ты просыпаешься, на тебе на груди ведро снега, это, в общем, караул самое настоящее. Еще у тебя вот тубус такой. Да, а вот этот тубус, это вообще потрясающая вещь. Ты палатку на этих резиночках, на этих резиночках поставил, то один человек ее ставить легко. И после этого просто закрепил ее, потом этот тубус надеваешь на себя, и ты в палатке, и ты все сухо, ничего, никакого этого самого снега, ничего. А кроме этого, в этот тубус, если его затянуть как следует, туда можно бросить все вещи. Вот получается, как грузовой отсутствие. Конечно, совершенно верно, да. И вот два человека там комфортно помещаются. Я говорю, мы вот на одном коврике жили там долгое время, а когда два коврика можно постелить рядом, то есть там вообще замечательно. Живешь, как это, как это. Ну, эта палатка тоже появилась эволюционным путем, потому что мы уже, по-моему, там раз в три ее меняли. Да. Она не такая легкая, вот как вот там, но зато все-таки... Она весит меньше двух килограмм, да, но она выдерживает любой ветер, любой, абсолютно, да. Вот, она комфортна тем, что в ней, вот я говорю, вещи можно бросить в тубус, и в ней можно переждать любую непогоду. То есть ты считаешь, что вот вес это не самое главное? То, что многие сейчас бегают за весом, вот там кило шестьсот, килограмм... Да, вот палатки типа библера, это вообще, я считаю, что это панды. Ну, это опасно, да, если она порвется, то тоже... Даже не из-за этого, даже не из-за этого. Вот когда очень холодно, ставить голыми руками приходится вот эти вот внутри стойки, вот эти вот внутри, да, внутри. И ты залезаешь в нее с открытой молнией, во-первых, наметает снег, опять же, то же самое, о чем я говорил. Если к ней брать, к ней есть пристегивающийся вход, то она сразу становится тяжелой. Вот, кроме этого, вот, конечно, там, когда есть ворс, это замечательно, вот, который он вроде там размывает точку росы, и она вроде бы, как бы сказать, внутри сухая. Ну, когда этот слой льда конденсируется, вода эта замерзает у самого вот этого меха, у основания меха, ты когда начинаешь ее сворачивать, очень часто этот мех просто от материала отлетает. Ну, вот, то есть, вот это вот, я несколько раз видел у людей такое, что это просто нехорошо. Ну, вот, ну, вот все вместе, поэтому оно и не ставит вот эту палатку, я ее исключаю с этого. Там же еще есть этот шнур, который является страховочным, да? То есть, в принципе, ты, даже ночуя в этой палатке, можешь себя пристегнуть. Конечно, конечно, это очень важно, ну, елкие палки, ну, мало ли, что там случилось, да. Это и на веревке, да, да, на страховочной петле, очень важно. Мы на нее, как вот, привешивали рюкзаки, которые у нас там висели, эта палатка, часть висела над склоном, ну, то на этой, это самое, прищелкивали рюкзаки, ботинки, там, все нормально, в общем, все замечательно. Ну, а вот скажи, вот, все-таки, 8 дней, там, почти стена вертикальная, да? Так, неужели ее можно где-то там все-таки приткнуть, эту палатку, ну, как, не было проблем, вот, 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 перед этим вот с Бабановым интервью, что там одну стенку делали вертикально у палатки, да, а другая часть с наклоном. Здесь же вот эти вот, вот эти вот, резинка вот эта вот, которая на дугах вот этих, она позволяла этот конек просто прижать к склону просто-напросто, и все, и она очень так хорошо трансформировалась и принимала ту форму, которую мы хотели. То есть, все-таки полку, ну, удавалось вырубить каждому. Ну, я говорю, хотя бы на один, на один коврик, ну, один коврик, ну, мы там, в общем-то, навстречу друг другу. У нас были вот эти вот ноги, ети вот эти вот, которые вы делаете сейчас и все. Мы еще под спальником поговорим. Да, 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 ну, вот, то есть мы влезали, влезали, да, и даже готовили нормально. Ну, все восемь ночей, или семь сколько там было? Ну, у нас две ночевки были относительно комфортные, относительно. Одна была на снежном гребешке таком, мы его срубили там за 15 минут, там, и вот, в юрке-палке. И там как раз кусочек такой, там солнце, так, уже достаточно высоко было, и оно вот на закате, оно нас так раз подсветило там, ну, просто комфортно. Просто после всего этого ужаса мы так, елки-палки. Приготовили нормально чай, там, все, в общем, выспались, а дальше опять там задница полная. Ну, то есть приходилось экономить на всем, да, и на весе, и на спальниках. Вот ты говоришь, ноги использовали, да? Да, мы делаем такие йети, ноги, и до сих пор мы их выпускаем на заказ. То есть там она, у нее ленточки, они сделаны, как вот, ну, вот так вот, как, то есть у нее внутренняя ткань меньше по периметру, чем наружная. И это позволяет, она как будто может даже и стоять. Ну, как кокон такой замечательный, да. И у нее очень большая толщина, там хороший круг, и вот, значит, что, достаточно даже на попейте, там, сколько, ну, минус 30, наверное, ночью было, да? Было, было, потому что было так холодно, что просто вот... То есть вы вот в этих, прям, комбинезонах, ноги, и сверху пухов. Пухов погибаешь, да, обнимешь ногу. Соседа, партнера. И все, да, обниваешься, тоже греешься, ну, вот, и нормально. Вот спать-то как раз холодно не было, спать нормально было. Было вот плохо утром вставать. Но другое дело, что вот эти палатки мембранные, если хорошая, хорошая мембрана, ты только горелку включаешь, и вот, как? То есть в воде капает? Капает только по проклеенным этим самым, где проклеенные швы, вот потому, да, вода капает. А все остальное уходит... Там, где ризма, есть... Оно все остальное уходит на улицу, все отлично, никаких проблем. То есть вот сам материал, он при таком этом... Ну, что такое капает? Капает это измористная. Ну, да, конечно, которая надышает, да. Что проклеено там сверху не может, а вот именно... Нет, вот именно по проклеенному течет, на ней конденсат собирается, вот на этом. Да, там, как бы сказать, там такие иногда сосунки, вот на этом. А на мембране, на самой, все, что нагрелось, мембрана мокрая, и она на улицу все уходит. Вот, и через какое-то время ты совершил сухой. Чтобы дышащие свойства были максимально хорошими, чтобы когда готовишь, ничего там не занимался. Вот, ну, и я так помню, что мы, по-моему, как раз к этому восхождению делали вам вот эти рюкзаки. Так они назывались у нас, Light 69, да? Ну, у меня был, у меня был такой рюкзак, у Виталия был... Нет, не агрессор. Нет, не агрессор. У него был какой-то вот из этих... Наш тоже, да? Да, да, да. А, Волтер? Нет, 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 еще из старых. Старых? Все-таки, вот, я помню, что ты был основным зачинщиком, вот, когда делали этот рюкзак Light 69. После него у нас сейчас уже целая серия, там, Light-off этих, да, и она, кстати, хорошо продается, популярная. Вот, расскажи, почему, ну, как она появилась, там, у нас Александр Землянский был, да, в то время конструктор. Расскажи, просто, как эта идея... Ну, дело в том, что вот эти вот рюкзаки, они чем не устраивали? Они тяжелые были, вот. А я как-то... У меня когда-то был рюкзак, назывался Альпинист-65, Кариморовский, ну, вот. Он был легкий, великолепный, спина анатомическая была, вот. Бесток, да? А? Там такая... Кусочек пенки был с рамкой из проволоки, и она почему-то не ломалась, ничего. В общем, великолепный. Но вот они по каким-то причинам перестали его выпускать, и после этого начались метания вот эти вот. Один рюкзак, второй рюкзак. Все в основном с латами, с этими. Это только вот, ну, Баск давно делает без лат, да? И ты посчитал, что можно в альпинизме использовать без дополнительных силовых элементов, да? Вот рюкзак. Ну, там такая штавка более, ну, из материала, да? Да-да-да. Ну, таких лат нету. Там-то нет, там были, вот, по-моему, в этом самом были две пластинки эти. Латных нету. В 69-м не было, да? Я уже забыл просто. Там только это самое. А у нас Smart 45 такая модель, там вот две, ну, такая была проволока. Ну, вот, ну, и важно же что? Чтобы, во-первых, был легкий, вот. Вот, и, как бы, вот эти карманы на рюкзаках, это вот эта гадость самая настоящая. Когда его вдруг по каким-то причинам приходится вытаскивать, эти карманы обычно отрываются. Ну, вот это, да, он цепляется за скалу, там, и все, и нет кармана. Поэтому, чем меньше на нем всякой такой ерунды, тем лучше. Ну, вот, и у него должно быть обязательно две петли, чтобы он не за основную, где вот у этого, у лямок вот этот. Ну, потому что тогда он висит вот так вот и точно, или оторвется, или еще, должна быть вторая такая. То есть, когда у нас колено, нужно, чтобы было надежно при... Совершенно верно. Ну, вот, чтобы там нормально, хорошо крепился, или до рук там, или там еще какие-то инструменты. Ну, вот, чтобы хватало коврик, место прицепить и так далее. Ну, вот, и вот в результате вот этих всех... То есть длинные боковые вот эти стропы, чтобы у нас был коврик. Да, и вот, как это... Вот, я все рассказал, вот эти вот все свои пожелания, и вот этот рюкзак был и сделан. Александр сделал, да? Да. А вот сколько вы... вес у вас какой на выходе делал? Ты помнишь? Сгорел? Ну, в районе 20 килограммов. Да. Почему? Потому что вот, когда отравишь сходил, у меня 17 килограммов рюкзак весил. Но тогда я не тащил веревку, у меня не было системы, каски не было, естественно. То есть только снегоступы, ледоруб и... И айс-фифи была, значит, система была. Ну, вот. Айс-фифи, да, потому что за что мне крепить-то, да? Ну, вот, ледоруб, да. Но не было веревки, не было ключев там, ничего. А здесь две веревки добавилось, добавилось какое-то снаряжение, вот это вот там, железо там какое-то добавилось. В общем, в районе 20 килограммов, да. Но, тем не менее, он тоже был не идеальным. Ну, например, я помню твое замечание, что клапан должен был отстегиваться. Да. Чтобы и можно было... Да, 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 да. Мы тогда сделали вот эти серию лайт, первый вариант. Там тоже были замечания, и сейчас уже второй. Да. Ты все эти варианты у нас опробовал, да, и вот что ты можешь сказать? Ну, что многие говорят, ну, в горы нужно все-таки более жесткий рюкзак, или там, когда носишь там тяжелую вещь, нужно... Ну, для высоты нормально, абсолютно. Единственное, что он промокает, единственное. Все-таки вот его надо дорабатывать чем-то изнутри, или вот этот материал чем-то изнутри промазывать. Ну, швы, по швам, в основном, все-таки. Психнеет, нет, нет, мокрый снег, когда ложится, промокает все. У меня вот несколько, несколько раз я был на Хантенгере, был, ну, практически абсолютно мокрый. Вот, поэтому приходилось или укладывать полиэтиленовые мешки, вот, или вот сейчас я просто-напросто пришел к воду, что нужно промазать и все. Вот, ну, я думаю, что следующий какой-то, ну, прям всю ткань, да, клеим момент с этим. Вот, когда тогда у вас не было машины этой швы за кровать, а он на палатке так делал. Ну, вот, то есть это абсолютно нормальный рабочий такой вариант. Когда смотрю обзоры снаряжения, про брюки почти никто не говорит. Мне кажется, вот, сами и конструкция брюк, и вообще их, вот, как это, значит, сколько слоев, там, тоже очень важно, да, иногда. Вот, ты у нас довольно много брюк проверил, вот, я смотрю, сейчас ты в Блэйдах, да, даже в городе, а хотя, там, можно и кататься в них, да, там, вот, у тебя есть штормовые наши кварцы есть, да, из Меушева, да, из Весенпровод, ты, конечно, очень удачная модель. Потрясающая, да. Вот, что ты можешь сказать, как, во-первых, ну, как ты одеваешься обычно, ну, все-таки нижнее, внизу немножко похолоднее, наверное, надо одеваться, не как, вот, сверху, да, вот, просто расскажи свой опыт. Ну, вот, да, комбинезон я не всегда одеваю, вот, если, например, там, на восхождении, на хантенгре, если погода хорошая, то обычно, вот, как раз, такие, какие-то мембранные штаны и самосбросы, вот эти, вот, да, и под них просто, вот, белье, белье, да, термобелье и все, потому что были времена, когда, вот, когда хорошая погода, когда-то мы бегали просто, вот, как развлечение, на хантенгре, бегать с перемычки на перемычку, за сколько там, за 4 часа мы бегали, вот, рубка тоже так же. Я говорю, за сколько? Ну, часа за 4. За 4 часа. Но, вот, одевались по возможности легко, потому что тащить на себе это целую кучу одежды, когда быстро движешься, то, конечно, мокнешь, вот, и поэтому, вот, мембрана и под нее белье, и ты все время движешься, ты не останавливаешься, замерзнуть не успеваешь абсолютно. Ну, вот, вверх, вниз, вот, этого хватало. Катаешься на горных лыжах, ты в каких группах? А, вот, или... Лейбе? Нет, Винсент Пру, когда холодно, да, под них, под них одеваю какое-нибудь белье, вот, или вот эти самые кварцы, кварц и тоже с бельем, и все нормально. Ну, даже холодно бывает, вы катаетесь там у себя, где-то в Шерегеше. Ну, да, в Шерегеше, да, 25 градусов, это, прохладно, да. Ну, тогда, вот, я пару раз одевал вот этот вот комбез, вот этот меховой, вот этот вот, попробую, попробую. Ну, вот, и в нем очень тепло, замечательно просто. Ну, Глеб сейчас, я просто скажу, что Глеб сказал про букву, вариант буквы 1 из хайлофта. Да. Вот мы, тоже была идея все-таки чуть-чуть облегчить и сделать более теплой именно из хайлофта, но оказалось, что здесь недостатки, да? Да, да, но вот он великолепный, он ничего не весит, легкий, вот если в горах просто фантастика, но у него единственный недостаток, что если он намок, вот по-настоящему намок, вот водой намок, то он очень долго сохнет, да. Ну вот, а так просто вот исключительная вещь. Ну вот, у тебя очень много высотных восхождений, да, там, Эвереска, К2, вот скажи, как ты ноги утепляешь, здесь очень много таких нюансов, да, вот именно высотные ботинки, какие у тебя сейчас, как ты, к чему пришел ВВР, потому что были, раньше все носили Ван Спорт в 90-х годах, а сейчас этого Ван Спорта вообще нет. Да, да. Что ты все-таки выбрал? Ну, я выделяю, как бы, две фирмы, это Бориаль и Ла Спортива, конечно. Если вот эти короткие ботинки, Ж1, Бориальевские, я считаю, что это самый лучший вариант для восхождения. Я скажу, что Бориаль поддерживает Глеба Соколова уже многие лет, много лет, и дает, ну, поэтому много вариантов у тебя Бориаль, да? Да, да, да. А с другой стороны, для экспедиции, наверное, вам выдавали Ла Спортива, да, в основном? Ну, вот, когда мы с Козловым, видите, ездили, да, там была Ла Спортива, да, ну, что я вот сейчас про Ж1 скажу, что вот фиолетовые ботинки, они вообще, я считаю, что, наверное, самый лучший ботинок, вот, из всех ботинок, которые я носил. Пластик уже ушел, все. То есть, кожа без вот этой бахилы, да? Без бахила, да, я в них сходил на Эверест, сходил на ЧАЮ, Траверс Победы в них, и ничего, никаких у меня не было таких этих, ну, бывает там, помашешь ногу, и все, оно отошло. То есть, ты считаешь, что Ж1-XP не обязательно, да, вот это бахила? Не люблю, не люблю, нет, иногда вот бывает такое, что, ну, обычно хватает, вот, если комбинезон, там, его снизу, вот эту веревочку подцепил, и снег туда не попадает, ну, вот, если штаны обыкновенные, там, брюки обыкновенные, то тогда, конечно, проблем. То есть, у тебя, как комбинезон, является бахилом? Бахилом одновременно, да. Ну, вот, а другое дело, что вот осадный альпинизм, вот, настоящий такой, тяжелый, где, вот, там, конечно, нужен ботинок с чулком, ну, вот этот, высокий, с бахилом, с гамашем, он потеплее все равно, чем такой, вот, и здесь, конечно, на первом месте я бы, конечно, поставил бы олимпусы, но, вот. Потому что они полегче. Они полегче, да, они полегче, но они очень быстро уходят из строя, ботинки тратить, там, 60-70 тысяч, там, я сейчас не помню, сколько они стоят, они очень дорогие, ну, вот, но, ну, нет таких средств, конечно. А вот, там, земберлаун, то есть, перешивая? Нет, они, они, вот, мы, когда ходили на К2, и нам были выданы кроссовки и трекинговые ботинки с земберлана. Я назад уже пришел, когда, мы уже после горы, я дошел до машины и их сразу же подарил. И потом еще, там, неделю-полторы ходить не мог. Ну, там колодка какая-то такая, которая, ну, мне, вот, абсолютно не походит. И вот некоторые, некоторые жалуются, да. Ну, вот, а высотные ботинки, они очень нежные у них. И вот мне говорят, о, смотри, только ботинки вот одели, уже все, вот, здесь оторвалось, здесь оторвалось, здесь оторвалось. То есть, такой вот, как современные машины, ремонт и не подлежат. К сожалению, не так много времени, да. Но мы не будем обсуждать вот те стандартные наши массовые модели, которые ты тоже используешь, да, ну, довольно много. Я думаю, тут и у других альпинистов большой опыт личного использования, да. Ну, вот, за сколько, получается, за 16-17 лет уже, да, сделали, ну, с тобой довольно много, конечно, вот эта палатка твоего имени, да, вот эта сахаролога, там, комбинезоны и, главное, опыт использования вот этого все. Очень, я думаю, что пригодится просто, ну, как, ну, как, ну, как, ну, как, ну, как, ну, как вариант, использованный именно в таких сложных, высотных, там, длительных экспедициях. Ну, наверное, мы уже томили там наших слушателей, все-таки вот по снаряжению, наверное, закроем сейчас вопрос, ну, хотелось бы еще все-таки с тобой поговорить, вот мы с Валерой Бабановым обсуждали вот эти такие философские вопросы, да, все-таки вот сейчас молодежь уже, ну, другое поколение начинает сильно ходить, да, наше поколение, твое поколение, к сожалению, очень много погибло ребят, да, вот из твоих друзей, из наших, и хотелось бы понять вот именно твой опыт, сколько ты уже, больше 35 лет ты ходишь, да, почти? 40, 40, 40, ну, то есть из 72 года, то 35 лет, получается? Какой 35? 30 плюс 34 года? Нет. Ну, понятно, когда люди молодые, там, кровь горит, надо так сказать, это, ну, все-таки вот, что у тебя через 44 года, что ты можешь сказать молодым, и, ну, как-то, есть оправдание в альпинизме вообще? Все-таки это рисковый вид спорта, да, ну, вот, многие гибнут, ну, да, ну, почему все это вообще нужно? Нужно человеку? Ну, это так, вопрос такой, конечно, он такой философский, что для чего человек живет? Ответить очень сложно, ну, вот, в чем смысл жизни примерно? Кто знает? Если бы, как это, вернуть меня там на 40, там, лет назад, кто знает, вот, чем бы я начал заниматься? Ведь дело в том, что тогда в альпинизм народ уходил, ища отдушину, ведь не только же на кухне можно было разговаривать, везде же было все зажато по полной программе, а в горы шли люди, которые думали немножко по-другому, вот, там очень много было ученых, у которых был свой взгляд на жизнь, на мир, там, которые ездили куда-то, ну, вот, очень интересно было с ними, и вообще жизнь была другая немножко, интереснее. Ну, вот, и свобода, она была именно там. Ну, там можно было, КСП заниматься, не обязательно же было альпинизм. Ну, КСП, КСП, это Бухалова там очень много было, и нужно было потратить, вот, как бы, кто, ведь альпинизм такой вид, что он сродни, ну, это военная игра, по сути своей, вот, и, если не альпинизм, то тогда надо было идти или в армию, вот, ну, вот. Люди, я считаю, что рисковые, там, шли в бандиты, там, то есть, вот, как бы сказать, а их можно было бы направить, например, в тот же самый альпинизм, и они бы там реализовали сами себя, бы реализовали, почему, потому что риск, это вот, некоторые... Ну, конечно, туда, вот, катаешься, знакомые, проверка друзей, значит, риск, да, и потом ты очищаешься, но, все-таки, это же, вот, ну, я говорю, что многие погибли, да? Ну, а что сделаешь? Дошли ли они до той... Нет, очень жаль, конечно, когда люди гибнут, вот, иногда, вот, просто вот, разводишь руками, но у меня очень много друзей погибли просто так, которые не в горах, а именно, вот, в быту, по-глупому тоже. Ну, вот, и поэтому, ну, как бы сказать, вот, лучше, все-таки, в горах, чем на огородной грядке, там, какой-то, там, вот, легче, наверное. Но, все равно, ведь ходить можно по-разному, да? Конечно. Мы видим, что, я даже, вот, и за твоими восхождениями наблюдал, очень рисково, в каких-то моментах вы начинали ходить очень рискованно, даже, может быть, ну, как бы, понятно, опыт, да, но опыт еще и психологический, да, это значит, что, ну, так сказать... Должен, морально, должен быть готов, конечно, к этому... Ну, то есть ты пересиливаешь, да, но... Естественно, да. Понимаешь, когда Моносло у вас было, да, когда завалило лавины, вы продолжили идти, да? Понимаю, ничего. Ну, ничего, дело житейства. Рядовой служит, да. Ну, это для вас, да, многие, наверное, повернули бы назад. Ну, без всяких сомнений, да, но я в лавинах много раз был, и, как бы, вот, по-настоящему, по-настоящему, у меня засыпало только один раз. Когда Виноградский нас быстренько отпопал на симметриста, вот, когда мы на луход заходили, ну, я как-то понял, что останусь живой, когда у меня треснули лопаты по голове. Вот, да. Ну, а... Ну, испугаться не успел еще. Ну, вот. А все остальное, ну, это рядовые моменты, что сделаешь. Ведь, когда ведешь машину, и когда там тебя кто-то подрезает, или там ты, тебя начало заносить, тоже же жим-жим по полной программе, верно ли? Да. Да, так что, тут дело такое. Ну, все равно, альпинизм это необычный, сверхрисковый занятие, да? Вот, есть у него оправдание? Ну, то есть, если, вот, вопрос так, если у вас, вот, вы, сорок, ваши ребята, там, знакомые тоже, очень много, и рисковали, что это человеку дает? Ну, вот, каждый раз после такого очень жесткого восхождения, ты возвращаешься в мир, и он становится другим, он играет красками, по-настоящему, жить хочется. То есть, как психология, ну что, ну, очистился, катался, если у тебя вернулся, а потом опять то же самое. А потом опять требуется. Нет, ну, если вот этот рост какой-то, или как вот... Естественно, нет, ну, я, конечно, не такой дурак, как раньше был, вот, то есть, я раньше совершал поступки, за которые мне до сих пор стыдно, ну, вот, я думаю, что сейчас такого уже быть не может, потому что, ну, может быть, это и без альпинизма бы, наверное, было, ну, вот, но там вот, особенно в одиночных восхождениях, у тебя есть время подумать. И не масса, вот такие, как в группе восхождениях, даже в двойке, это совсем другое, это... нет времени побыть самим собой. А вот, когда травишься, я ходил, да, ты один, абсолютно один, оторванный, и вот здесь именно возможность есть что-то переосмыслить, где-то потом начать по-другому, 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 там, еще что-то. Ну, и опыт, конечно. Да, нет, ну, опыт, да. Опыт спортивный, и душевный, духовный, да. Да, и иногда просто требуется вот человеку побыть одному. Вот, я думаю, что у многих людей из-за этого изникают жизненные проблемы, что они не могут оторваться, то есть, ему нужно было, вот, как раньше уходил, например, там, человек, там, в пустыне и молился, там, или в скидке, или еще что-то. Есть такие, да. А большинство людей не может этого сделать, всего каких-то обстоятельств. Вот оттуда и болезни, и все остальное. Ну, вот, вот, я считаю, что людей, вот, нужно давать им такую возможность, они сами должны находить такую возможность, чтобы, вот, например, проплыть, там, на лодке, например, там, в одиночку, там, по какой-то реке, там, еще что-то, поразмышлять, подумать о жизни, о себе, о своем месте. То есть, можно дома запереться в квартире, там, бухать, и... Ну, это такое. Это все равно. Нет, а здесь нужно именно так, чтобы у тебя была борьба за жизнь какая-то, да. Вот, 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 не просто, вот, как бы сказать, одиночество, там, а, хотя, наверное, и такие тоже варианты возможны, но, вот, в моем понимании, это должно быть какое-то действие такое, где напряжен труд большой. Война, значит. Война, там, в одиночку. Ну, здесь ты идешь, ты же можешь, рискуешь, так сказать, ради чего-то тоже. Ради какой-то идеи. Да, Грек, ну, большое тебе спасибо, что ты приехал, рассказал, я думаю, интересно было ты, интересно нашим слушателям будет. Хотелось бы тебе пожелать, значит, вот, беречь себя, во-первых, потому что ты нужен, ну, как передача опыта, и, так сказать, ты действительно тот человек, который репутация очень хорошая, еще важная, ведь можно ходить по-разному, да, и потерять репутацию. Вот, ты за 44 года все это сохранил, и, причем, находишься в прекрасной физической форме, да, и внутреннее, видимо, у тебя состояние, тоже ты примирился с собой, да, то есть многие не могут примириться. Вот, мы тебе желаем, чтобы ты продолжал, все-таки, учить молодежь, и были, конечно, удачных восхождений. Спасибо. Спасибо, я постараюсь, конечно. Ведь это, сейчас вот, просто вот сейчас не было таких громких проектов, и, вернее, мы караулили вот эту Победу, погоды не было, погоды не было, но зато там хантенгри, хантенгри, это вот как старое оружие, вот эти старые ракеты, пуляют их, пуляют, а, полетела, попала цель, значит, еще может, еще, да, пускай поработает, ну, вот, так что, так и здесь тоже. Спасибо, Вера, спасибо. 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 Спасибо.